Пока все готовятся к Новому году, Сергей Лазарев полностью погрузился в репетиции свеженького шоу. Кстати, буквально на днях в столицу приехали хореографы Мадонны, которые будут ставить номера певцу. А еще Сергей Лазарев задумал совместку с одной известной певицей. Кто же она? Сейчас расскажем. Сергей Лазарев в огне. Неделя до Нового года, а он часами потеет в танцевальном зале со своей командой и готовится к новому шоу. Премьера в Олимпийском в апреле. 64 месяца, на самом деле, это очень немного времени осталось на подготовку, и поэтому каждый день с утра до вечера идут репетиции. И специально для этого мы пригласили до нескольких постановок хореографов из Франции, которые ставили номера в шоу Мадонне, и они работали у нее, они ставили для цирка Дюссалей. Если знаменитые хореографы думали, что после работы с ударницей западного шоу-бизнеса Мадонны с нашим Лазаревым будет проще, они ошибались. Все делаются в одну сторону духов и права. Здесь в карту, а здесь в их аналитар. Вместе с западными спецами артист снова и снова заставляет своих танцоров отрабатывать движения и переделывать связки. И, кстати, не всегда с первого раза соглашается с постановщиками. Он очень въедливый. Не тратит время зря. Да, но нам это нравится, и танцоры тоже хороши. Новый тур, альбом и даже татуировку в виде буквы «Н» на шее Лазарев посвящает своему сыну Никите. До сих пор малыша никто не видел вживую. Фото в Инстаграме певец тоже публикует только со спины. Но, видимо, скоро, к премьере шоу, певец перестанет скрывать трехлетнего Никиту. Очень тяжело. Большого ребенка, взрослого уже практически в школу пойдет, а я все еще не показываю. Но скоро. Мне так хочется побольше настоящего детства ему подарить. Без вспышек, без фотокамер и видеокамер. У Сергея есть еще пара козырей, припасенных до следующего года. Выйдет долгожданный дуэт с Аней Лорак и, возможно, будет несколько экспериментов. Это был и американский Ти Пэйн, и Тимати. Мне кажется, что вновь пришло время сделать какую-то коллаборацию с кем-то из хип-хоп индустрии. Но совсем недавно, специально для новогоднего шоу, Лазарев настроился на рок-волну и записал вместе с Дианой Арбениной новую версию ее песни «Грустные люди». Вполне возможно, что она увидит свет и выйдет на различных цифровых площадках. Мне кажется, прикольный очень тандем, очень неожиданный. Как-то мы очень хорошо почувствовали друг друга на студии. К слову, дотошные фанаты обнаружили другой неожиданный тандем, о существовании которого певец даже не подозревал. Десять лет назад в его клипе «Гёрлфренд» снималась девушка, уж очень похожая на Кару Делевинь. Правда, была ли эта кара на самом деле, никто из команды Сергея не помнит. В тот год модели было всего 15 лет, и о Славе она только мечтала. Виктория Вакимян с Максим Власов, ПРО Новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА